Эскалатор веяние времени. Несколько мгновений, ты не приложив никаких усилий, уже на верхнем этаже. Легко и удобно, и совсем не страшно. А ведь эскалатор относится к опасным производственным объектам. А потому и внимание со стороны контролирующих органов к нему особое. Обслуживающая организация раз в две недели проводит плановое ТО. Плюс, если какие-то моменты по остановке эскалатора осуществляются, то есть они приезжают. Также делается ежегодное освидетельствование с участием экспорта контролирующей организации. И это все заносится в акте ежегодного технического освидетельствования. Плюс эскалаторы снабжены оборудованием, предупреждающим несчастные случаи. И все же ЧП на механических лестницах случаются. Но, как говорят специалисты, большинство из-за невнимательности людей и нарушения правил поведения на эскалаторе. Правила элементарные. Не заступать за ограждение желтой, которое нанесено в ступенях желтыми линиями. Это демокрационные линии. Также, если на коляске спускаете коляску, то из коляски обязательно надо вынимать детей и держать их на руках. Если дети уже взрослые, то детей надо ставить перед собой на ступень, а не сбоку. Все эти правила прописаны на самих эскалаторах. О том, как вести себя на подъемнике, регулярно рассказывают в радиообъявлениях. Но, похоже, все это зря. Вот ребенок едет один, наступив на запретную желтую линию. Он всего в нескольких миллиметрах от боковой стенки. Это очень опасно. Вот девочка легла на поручень. Запутаются волосы и травмы гарантированы. А ведь рядом наверняка мама. По эскалаторам бегают, опираются на боковые стенки. Ведь очень весело повиснуть и ехать с друзьями вот так. Весело до поры до времени, пока не случится ЧП. По России, именно из-за невнимательности посетителей, происходят такие случаи. Ну, раз в полгода где-то, да. Потому 10 раз стоит подумать, можно ли воспринимать механическую лестницу как веселый аттракцион. Или все-таки необходимо соблюдать технику безопасности. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова